Вот мы купили ткань. Мы сейчас приступим к его раскрою. Но перед тем, как мы будем кроить, мы сначала продекатируем ткань. Вот эта кромка, где прокол и где пушистая, она является в том числе и долевой. В данном случае в габарнине проверяем. Чуть-чуть тянется по ширине. Совсем чуть-чуть тянется по длине. Но все равно кромка является долевой. Что мы делаем? Вот нам продали. Мы сложили, складываем его пополам, кромки. Делаем как бы вот такую вот большую, длинную, прямоугольную. Что мы делаем дальше? Например, тут минимум 10% натуральных волокон. Я когда-то говорила, минимум 30%, минимум 50%. А сейчас я понимаю, что даже если есть 10% натуральных волокон, а это у нас и ХБ, и вискоза, и штапель, и в том числе и бамбук, и шерсть, и шелк, и там что угодно может быть натуральных волокон. То есть обязательно подлежит замачиванию лен и трикотаж. Ну я там еще покажу, какой он трикотаж. Лен и трикотаж мы сразу же стираем в машинке. Лутно в том режиме, в котором мы будем стирать эту вещь. Потому что лен дает колоссальную усадку в длину и в ширину. А трикотаж, если его вот так замачивать, как я сейчас вам буду показывать, он еще больше оттянется. Поэтому надо его постирать в том режиме, в котором вы будете стирать, и аккуратненько его разложить на стол, и пускай он в изгибе, и пускай он сохнет на столе, на чем-то, или на полу. Главное, чтобы на какой-то поверхности он сохнется, и он не вытянется, а только потом кроить его. Ну, трикотаж-то тоже разные бывают. Бывает 100% полистер, нам его не надо стирать. А если там хотя бы 10% натуральных волокон, то тогда мы с вами замачиваем, стираем все остальное. Значит, вообразим себе, что это у нас с вами тазик, который у нас, мы заходим в ванную, набираем в тазик теплой воды, так, чтобы мы рукой поставили, и как бы вот, ну, ближе к горячей воде, но не прохладной. Ну, где-то там уже 30-40 градусов, да. И вот эту вот прямоугольную такую вот штуку, вот тут обязательно кромка должна быть подалевой. И мы водружаем, то есть минимум 10% натуральных волокон, да, и кладем вот так в наш тазик, и вот так оно намокает, да. Если вот смотрим, что не очень намокает, то мы берем вот так, перемещаем вот так, да. Если это будет 100% натуральная шерсть, она может и сутки намокать, потому что шерсть отталкивает воду, и вам нужно будет где-то раз в час подходить и вот так вот перемещать ткань, вот так вот, да. В другой стороне вот так, то есть может даже сутки намокать. Но ни в коем случае не сделать вам вот так. Ни в коем случае, потому что бывают ткани, они потом не разутюживаются. Вообще вот эти вот морщины вот эти вот от такого вот выжимания, они потом остаются вот из шерсти 100% всегда практически, вот. Кальтовые ткани мы не замачиваем, потому что они имеют ворс и все остальное. Мы их отдельно, там будет видео, как мы будем их декотировать. Их только утюжат, я там покажу как. То есть вот мы полностью, оно у нас намочилось, да. Мы ее аккуратненько, так же само, вот так вот взяли, перегнули, да, по этой же вот, такой вот прямоугольной, тонкой какой-то полосе. И через перекладину, которая у нас с вами в ванной, вот так перекинули, да. И вот это вот пускай стекает. Будет стекать там, ну, может час, да. Потом вы подошли, если есть тут возможность, как-то ее расправить. Ну, хотя бы вот так, да. Вот тут я сделала такую полосу, что я просто большое количество ткани и не могу там вот так отвернуть, вот так ее пушить, да. Поэтому мы вот так развернули, оно высохло. Мы его аккуратненько вот так сложили и принесли на занятие. И дальше мы делаем вторую часть декотирования. То есть как будто мы это уже все сделали, да. Сейчас мы будем просто утюжить с паром. Я покажу как. Так, значит мы опять же лицом к лицу кладем, ткань, как определить, где лицо, где изнанка. Там три варианта у нас есть, да. Если есть рубчик, то, вот, Татьяна, сзади меня, смотрите. Здесь рубчика нет, да. А по большому счету габардин, он двухсторонний чаще всего. Значит, лицо будет там, где проколы вот тут на кромке вот так прокалываются. Вот, воткнутые. Вот это лицо, а это изнанка. То есть он выпирает вот здесь вот дырочка. Вот, то есть это изнанка. Или если рубчик идет снизу, слева, вверх, направо. Ну тут рубчика нет, здесь крестообразное переплетение. Вот если рубчик, смотрите, снизу, слева, вверх, направо, это будет лицо. Это очень часто видно хорошо на джинсы. Ну, может еще какие-то шерстяные ассортименты тканей. То есть вот так это будет лицо. Или третий вариант, какая нам сторона больше нравится. Мало ли там рубчики, не рубчики, может нам фактура не нравится той стороны. Ну все, мы делаем, ставим на лицо. Так что смотрите, переворачиваем или оставляем так, как есть. Это у нас сейчас получается изнанка. Да, это лицо сверху получается, да. Но габардин, я же говорю, он обычно двухсторонний. И всегда все производители, они будут на лицо выворачивать ткань, им же продать ее не надо, что же мы будем там копаться в изнанке. Поэтому обычно вот это лицо. А так смотрите, как, оставляем или перемещаем? Ну вот и все, потому что она по-моему внутри поярче. Да, внутри поярче, но оно может... Это из-за света, вот смотрите, на солнце оно одинаковое. Вот, сложили, положили. Кромка к кромке. Выключить. Ага, надо включить. Можете включить. Такое приличное количество плата. Ну, то есть воды надо будет туда залить. Смотрите, что я делаю. Я уравниваю кромку к кромке. Я вот под этой не подстраиваюсь, я не делаю его одинаково. Мне главное, чтобы здесь не было вот таких полос и каких-то перекосов вот таких вот. Чтобы вот таких вот полос не было. Да? Мне... Поэтому я присоединяю кромку к кромке вот так вот. Вот, аккуратненько. То есть от утюженной края я буду туда перемещать. Вниз или на стул там, или как-то скручивать там, будем смотреть. Вот. А вот так вот. Так, значит ставим пар, чуть больше двоечки. И начинаем утюжить. Так, как-то мелочи не хочет падаться. Вот. И смотрите, главное вот так не делать. Волну не гнать. А мы как бы идем как бы вот на воздушное такое, как подушечка вот такой. И медитируем себе спокойненько. То есть на одном месте тоже нельзя оставлять. Можно на одном месте вот так вот круговыми движениями ходить, ходить. А кромка, чтобы она бывает еще более сильно растянутая. И мы вот такими вот движениями. Такими вот движениями полукруглыми вот такими вот. Как сутюживаем вот эту вот с наберлиной. Оп. Оп. Вот так. Оп-оп. Можем либо вот так утюжить, либо вот так утюжить. Но еще одно правило. Мы здесь на 5 сантиметров не доходим до сгиба. И утюжим вот так на 5 сантиметров не доходя. Да? Почему оно потом уже тоже может там. А, сейчас я покажу. Вот как будто мы это все отутюжили. Смотрите, что мы делаем. Мы берем вот эту ткань и вот так вот этот сгиб сдвигаем. Да, мы же можем экономить ткань еще. И мы сейчас проутюжим вот эту вот складку. Уберем ее. Можно это делать сразу, можно это делать потом. Но когда передвигаете, ну как бы все время вот этот сгиб разутюживаете. Вот сейчас мы отутюжим. И вот так все полотнище. И туда аккуратненько передвигаем, передвигаем, передвигаем. И еще один момент. Сейчас покажу какой. Вы когда перемещаете ткань вот туда, да, то вы не прямо вот, например, вот тут отутюженная, а здесь не отутюженная часть. Вот прямо отсюда не надо утюжить. Надо сюда на себя чуть-чуть сдвинуть и как переход в 10 сантиметров утюжки. То есть мы часть от утюженного на 10 сантиметров примерно заходим и заутюживаем. Хорошо? Ну вот это в принципе все. Включаем. Давайте вопрос. А можно сначала на одной стороне погладить, перевернуть двойную ткань и гладить по другой стороне? Если хорошо утюжить с хорошим паром, мы утюжим всегда с одной стороны. Чаще всего этого достаточно. Но если ткань совершенно какой-то такой фактурой, она очень помятая, то тогда мы переворачиваем с другой стороны утюжим. Но в 90% случаев утюжим только с одной стороны. Паром хватает, пройти обе ткань. Да, тут очень главное, вот на самом деле, чтобы вы, вот на одном месте вы не оставляете, но вы вот такими вот круговыми движениями, как пропариваете, хорошо-хорошо пропариваете. Вот, подольше и на одном месте, ну круговыми вот такими. Тогда оно насквозь очень хорошо все должно прожариться. Это снимать без микс, да? Да-да-да. У меня можно, остальных лучше не успеть? Нет-нет. Так, значит, что мы делаем? Поскольку у нас габардин двухсторонний, да, то здесь точно не будет никакого разнотенка. Даже в крайнем случае, если мы, ну, все равно предупреждаем всякие моменты. Нам достаточно одну так отвернуть, другую так. И смотрим со всех сторон, ходим, вот так смотрим. Покажи, как я это делаю. Вот так смотрим, потом с другой стороны, вот так смотрим. Нет ли разнотенка? То есть, что такое разнотенок? Одна сторона светлее, другая темнее. Если такого нет, то значит, ну, все, мы можем спокойно наши детали переворачивать вниз и вверх, без разницы, как мы захотим. У нас здесь юбка полусолнца, да, в пол, по-моему, да, мы хотели? Полусолнца в пол, поэтому в данном случае я не буду кроить полусолнце. Вот когда мы кроим полусолнце, вот это выкройка ее, и мы вот так раскладку делаем. Вот это одно полотнище, и впритык к нему второе. Это если есть разнотенок. То есть, вот это верх полотнища, это низ полотнища. А сейчас мы можем разложить его вот так вот, и вот так одно, а потом другое не кроить. Мы можем вот это полотнище, то есть, вот этот кусок ткани вот так наложить, и сразу две детали, сразу раскроить. Как бы в четыре раза сложить, в четыре раза сложить. Нет, в два раза. Не в четыре, в два раза. Я сейчас как раз на видео все покажу. Поэтому, что мы делаем. Мы сейчас берем, и ее вот так вот раскрываем, и складываем вот так, в кромку к кромке. Конечно, когда мы кроим полусолнца, нам надо весь стол. Сейчас я разложу, и мы заснимаем это. Угу, я нам помню. Хочу смотреть, чтобы лапка была по краю. Да, лапка была по краю. Это будет на лапку, но мы все. Все, я там только что протянула, и теперь я этот край вот сюда дотягиваю. Просто до края стола. Что такое сместилось у меня? Тут большие лупки, когда кроите, всегда нужно долго-много бегать с этой тканью, чтобы провести прямой луп. В принципе, это каждая ткань нужно так распределять. Ну, да, мы каждое изделие, которое будем делать, мы всегда будем наводить по кругу. То есть, в данном случае мы ее сложили вдвое, потому что нет разноотеночности, и мы сразу наколем, сразу же можем стачивать боковые. А так обычно мы в половину складываем. Вот как продается в рулоне, так мы ее и кроим, вот как сейчас Анжела кроила. А у нас сейчас вот так. Потом я беру прямой угол. Вот. И от стола навожу этот прямой угол. Вот смотри, где у нас пробивается нижняя часть. Вот она. Ага. Покажу, вот она идет. Вот как она идет. Видишь? Сколько много уголов входит. Так, Свет, теперь что? Смещение какое-то надо сделать, да? Да, сейчас. Так, сейчас я загляну в тетрадку, что у нас длины. Длина у нас 116, да? И радиус у нас по расчетам 27,7. И плюс 2 сантиметра припуску 27,7 это 29,7. Сейчас я просто прочитаю так, короче, 30 и 116. А, ну вот вся длина. Значит, мне вот этот прямой угол надо под вот эту точку подстраивать. Я думала, что я где-то досюда могу. То есть я еще чуть-чуть ширины ткани, ну как бы длины ткани сейчас придется мне забрать. Сейчас я его вот так ставлю. Я не под кромку здесь подстраиваюсь, а вот стол. Вот я вот так делаю с этой стороны. Вот так вот, видишь, вот, вот стол. Я тебя зафиксировала. Может, я сейчас она еще на сантиметр снащила. У меня есть возможность чуть-чуть еще. Алло, тебя. Офигера. Вот так, сейчас, оп. И начинаем проводить. Алло. Паузу что? Да, возьми. Там, где проводите, ставите ручку. Да? И теперь вот эту линию дальше проводите. Вот так. Давай чуть-чуть переход сделаем, потому что она как-то там слегка косится, эта линия. Все, очень многое будет зависеть от того, как вы наведете прямую линию. А ее как вот на глаз надо наводить? Или все-таки... Нет, под стол. Я же под стол. Вот относительно прямого угла стола. Видишь, он там все-таки сантиметр не хватил. Оно как бы уходит, получается. Да-да-да. Анжела, снизу. Аккуратно. Я поняла. Тут все видно. Видишь, он прививается. А тут сейчас, мы тут еле-еле его навели. Опять же, вот так. Все наведу. Но длина до самого-самого низа нужна вся. Вот так, ага, вот это вот новое линейное. Вот так, переход делаем. Ну, в смысле, накладываем линейку чуть повыше. Вот так, вот, да, попасть. Ну, вот здесь. Ну, эта линия, вот наметим какую смотреть, вот эта. От нее мы будем, ну, уже 2 сантиметра не будем брать. Наверное, сантиметр, потому что, чтобы не хватило вообще ширины ткани. Может быть, давай туда вот эту положим, а здесь пускай. Здесь вот 3 миллиметра. Красиво. Ладно, тогда будут сантиметровые припуски. Тогда сейчас вот сразу сантиметровый припуск наводим. Такой же самый, прямой. Давай я сейчас положу, а ты проведешь. Вот так вот. Оп. И потом заснимем отжел. Хорошо? Вот так вот становишь и вот так рисуешь. Так. Где рисуешь, прижимаешь пальцем. Хорошо? Все, палочек. Так. Теперь навожу с этой стороны прямой. Главное, да? Максимально приставляя кромки. Потом тянуть. Максимально так приставляю, чтобы... Ну, побольше дать себе припуска, грубо говоря. Вот. Вот, видишь, где я веду, там я руку ставлю. Где веду, там руку ставлю. Там завожу на 5 сантиметров от того места, где я прижимаю линейку. Иначе оно сбивается. Вот так, да? И теперь, опять же, к этой линии мы вот так продлеваем и от нее сантиметр откладываем. Вот решили навести эту линию, но только сделали вот это вот так. Вот, если мы тут навели прямой уголь, то мы уже туда ничего не перемещаем, ничего не делаем. Теперь у нас все вот эти линии слетели. Ну, желательно, вот если наведена где-то линия прямого угла, вообще не трогать, вообще не прикасаться и всех отгонять от стола. То есть у меня, в дочонке, знаю правило, если вы кроите, вы неприкосновенные. К вам никто не может ни подойти, ни положить чего-то на вашу ткань, ни сдвинуть вас, ни подвинуть. То есть это запрещено просто, потому что вот то, что мы сейчас дальше будем делать, нам придется это делать. Поэтому, ну, часто, когда бывает, как у вас сегодня было, что кто-то не докроил, я не выгоняю. Пока вот до какого-то момента крой не доделан, мы всегда вот, ну, доделаем до какого-то момента, только потом, ну, разрешают там собирать. Или он остается на час, там, на два, там, ну, как оказалось. В зависимости от момента у вас. Ну, вот, в принципе, сейчас я вот постараюсь, ее вот так все натяню. Анжела, возьмите вот так на себя чуть-чуть. Еще. Вот, все, 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 все. Вот. Она же всегда слатает. Сейчас просто под линейку вот это будем восстановить. То уже якобы мы восстановили, а вот это вот под вот эти линейки. Видите, вот. Видишь, что произошло? Тем более она по ширине, эта ткань лежит. Она будет каким-то образом всегда смещаться. Тут уже хотя бы раз навести его, и все. Так, что я теперь вот так положу. И вот под нее вот так вот буду подстраивать. Все, вот восстановили. Вот тут надо навести от этой линии на сантиметр. Только не сдвигать ничего. Вот так положили. И вот так вот этот сантиметр навели. А потом я сейчас покажу, что дальше. Видишь, все восстановилось. Даже вот тут сантиметровая линия хорошая. Все, так сейчас тут наведешь. Выключай, и сейчас начнешь расчеты. Вот наш радиус. Теперь от вот этой точки, где у нас она без припуска, вот там, где мы будем строчить с тобой. Вот это пересечение, вот этот вот крестик такой, или звездочка. Наш радиус должен быть 27,7. 27,7. Это вот так. 27,7. Мы все откладываем с этой точки. Я вот тебе специально звездочка ее как будто бы намела. Вот 27,7. И мы должны вот так вот вставить и проводить. Но чтобы сразу навести сантиметровым припуском, я предлагаю сразу же начинать. 27,7 минус 1. Почему минус? Потому что мы вверх же ставим припуск. Да, получается 26,7. Вот тогда вот так. Это уже сразу с припуском будет от верха. Вот 26,7. И вот так вот повели. Перепроверяем себя. По верхней части. Только вот так вот. Вот так. 26,7. И ведем его до вот этой стороны. Почаще делаем пункти. А потом его вот так соединяем. Оп. Давай. Только здесь ничего не двигаем, да? Намечаем. Берем с одного конца до другого конца. Без припусков я взяла. И ровно посередине сделали вот такую линию. Да? И потом соединили центр с этой линией. Вот это центр переда и зада будет. Вот здесь он немножко смущает вот этот вот изгиб такой. Здесь что-то 26,5. Здесь 26,7. Здесь 26,7. Здесь что-то 27. Ровно. Вот намечаем 27,7. Вот здесь вот так. Вот еще, смотри, как мыло ставишь. Бывает, вот так можно поставить, что оно ускривляется любая линия. Вот так ребром вот так вот рисовать. Может, оно толстое было, что оно вот так ускривилось. В общем, я тут линию вижу, я ее потом и тут... Откорректирую. Да, откорректирую. Да. Что теперь нам дальше надо делать? У нас 12,5,6. Нет, я не знаю, с вопрос. Мне прям вот вместе с этим, да, вот так? Да, это только по лицу. Так, вот у нас длина 116, да? Сейчас посмотрим, сколько у нас здесь. Ну, нам же надо на сантиметр ниже мерить, да? Что в случае. Если с хромкой 118. Давайте возьмем оба тут вот 118,5. Вот так же самое мы вот дальше все накладываем. Вот сейчас я померила вот так, было 118, а если отверху, то будет 119, правильно? Тогда отверха мы вот так вот ставим нашу... Саму ленту, видишь, вот так, плотную к этой линии. И дальше эта лента, она настолько жесткая, что она сама становится как ленинка. И вот здесь отверху с двух сторон, 190. Напоминаю, у нас было 118 плюс 1 см, и 15. И здесь можно вот так вот плавно свести. Ну, только когда ты вот так свести, можно это делать. Так. Так же самое вот здесь. Вот так, да? Положила. И 119 взяла. С двух сторон. Оп, оп. И вот здесь с моей стороны. И вот так. Оп, оп, соединена. Теперь вот так, смотри. Вот там у нас сейчас не пройдет эта линия в 119. Ну, насколько ты сможешь, насколько сделаешь 119. А потом следующий радиус до вот этого радиуса сделаешь вот таким. Вот тут он сколько? Ну, вот возьмешь 80. И вот до сюда где-то сделаешь. Вот до сюда сделаешь 80. Да? Я там покажу. Ну, там сместим, наколем, сместим. Мы можем здесь наколоть уже сразу. Подождите, я сейчас вам все покажу. Пока не надо накалывать еще. Потому что вы сейчас... С самого начала... Ну, не пять, там три. Вот, наметили. Один полный радиус, да? Вот такой вот. Только там даже... Ну, пускай... Еще надо было. Да, там полный радиус 119, да? Вот это сделали. И вот там нам просто не хватает стола. А мы с тобой вот так делаем. Теперь мы берем и накалываем все в лавку. Такая, сильно далеко не накалывай, потому что мы будем здесь сострачивать сразу же. Вот это я так сразу же накалываю. Всегда все параллельно вот этому вот шву. А где будем строчить? Боковые. Вот один боковой и второй боковой. Один боковой и второй боковой. Вот это второй боковой. Видишь, я до конца вот эту вот булавочку не накалываю, потому что здесь же будет резаться сам крючок. Через каждые пять сантиметров, шесть, там, ну, лучше пять сантиметров, накалываешь вот так вот булавки. В одну и в другую сторону. А только потом мы переместим и дорисуем все остальное дальше. Ага. Так. Мы сразу же потом будем сострачивать. Вот так. Вот наша манья. Растегиваем ее. Вот наша рабочая плосень. От вот этих вот пластмасюлин, концовок, вот, до вот растегнутого вида. То есть вот до сюда. Вот. И теперь мы делаем какие расчеты. От вот этой вот пластмасюлины, вот она, да? Мы откладываем. У нас же будет пояс, ой, молния страчиваться до верха пояса. Да? На сантиметры я извиняюсь. Да. Это вот у меня на железке. Да. Да. Строчим по поясу. Да. Вот тут 3 сантиметра. Вот так. Это у нас пояс, да? И 3 сантиметра с этой стороны нам надо для того, чтобы спокойно вывернуть нашу молнию, когда мы в строчек. Итого у нас рабочая область, вот тут вот, на 13 сантиметров. Значит, мы отмечаем вот тут вот, на любой стороны нашей юбки, вот от этого сантиметра, ну, сантиметра, рабочая область на 13 сантиметров. Вот так. Вот. Вот в этом месте у нас идет закрепка. Закрепка внизу, и здесь закрепка. Вот это на саму молнию. Все, что нам есть. Поэтому я предпочитаю молнии покупать где-то 13, плюс 6, 19, ну, 20 даже, 22 сантиметра, если это находится. 16 это вообще не мало. Ну, по 3-найверу. Если будет до верха пояса, ну, все. Пауза. Значит, далее у нас 87, мы будем экономить вот этот вот кусок ткани, и будем еще двум внучкам шить юбочки. Значит, что, у нас в готовом виде пояс 3 сантиметра, значит, ширину нам сейчас с припусками надо 8 сантиметров. И мы сейчас, чтобы целую полоску вот так не забирать, мы сейчас возьмем и по двум боковым швам поставим тебе как два куска пояса. И тогда мы что-то делаем 87, делим на 2, у нас вот каждая сторона по 43 с половиной. 43 с половиной плюс 1 сантиметр с одной стороны и 1 сантиметр с другой, да? Плюс 2. 45 с половиной. Значит, вот 45 с половиной на 8. Вот, сейчас вот так приравниваем, вот так. А 4 сантиметра это стандартный размер пояса? Нет, там будет 3 сантиметра в готовом виде. Ну, 3-4 вот так, внутри хорошо обычно все. Вот тут можем сразу, чтобы вот так, можем даже вместе с кромкой, чтобы меньше еще забирать там вот этой вот длины. 8, да? Можем даже... Так, 45 с половиной. Вот с кромкой, хорошо? Где-то ее сейчас там срежем чуть-чуть. Вот так, потому что мы эту часть, одну часть все время будем петривать. Тоже подстой можем... Не справимся. Ну, ну, сильно там... Тоже большая не нужна, и вот тут 45 с половиной. Вот. О, это хорошо. Я могу потом, в принципе, резинку на ней контролировать, да? Через эту длину? Да, 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 да. Я же про это теперь говорила. 8. Может просто растянуться резинка. 8. Да? Вот. Все. И теперь это вырезаем. Накалываем еще раз там угла. Убирать не эти иглы, да? Это твои, да? Нет, это Анины ваши. Я просто запомнила, что они черные. Я ей пообещала обратно служить. Угу. Так, вот так накалываем. И столько же надо будет флизерина сейчас отрезать. Угу. 45 с половиной на 8. Вот теперь вот это вырезаем. И вот эту вот... Давай вот так переместим. Вот так. Где-то вот так. Прямой угол наведем вот так. И две юбочки сделаем. Может там еще какая-то...